Всем привет, меня зовут Макс, это канал P-Launch, и сегодня я буду решать задачи на CodeWars. CodeWars это такой сайт, где можно решать задачи на разных языках программирования. Ты получаешь от этого опыт, у тебя растет ранг, соответственно, все задачи рангуются от 8 до 1. 8 это самое легкое, то есть задачи 8 уровня, 7 и так далее, самые легкие, и чем ниже цифра, тем выше уровень сложности. То есть задачи первого уровня, самые сложные. Вот мы можем здесь выбрать язык программирования, в данном случае я выберу, естественно, Python. Но количество языков вообще огромное, здесь можно тренироваться, решать задачи практически на любом языке. Есть даже и Scala, и Rust, и Visual Basic, Peskill, огромное количество языков, везде, ну, все задачи можно решать на выбранном именно вами языке. Очень круто, очень удобно, вообще сайт офигенный. И мы выбираем какой-то язык, будем получать там задачи, за каждую задачу получать опыт, и тем самым набирать полоску, как в играх, опыта и апать наш ранг. Попробуем пройти наш путь от 8 до 1 ранга, и сегодня попробуем апнуть 7 ранг, решив тем самым несколько задач. Но задачи 8-7 ранга довольно простые, я думаю, мы с вами легко справимся, но будет интересно. Кроме того, можно не обязательно решать задачи на ранг, можно просто порешать задачи, здесь их можно по уровню сложности сортировать, по темам даже, вот, например, там, алгоритмы, какие-то числа, логика и так далее. Ну что ж, а мы пока что приступаем к решению первой задачи. Ну что ж, приступим к первой задаче. В этой задаче, значит, у нас Джейден Смит заметил, что в Твиттере все пишут каждое новое слово с заглавной буквы, ему захотелось нечто-то такого же. И поэтому у нас имеется следующее задание. Нам нужно конвертировать строку в вот эту вот Джейден Смит стиль. То бишь, что мы получаем? У нас есть строка, и нам нужно преобразовать ее таким образом, чтобы каждое новое слово начиналось с заглавной буквы. Вот у нас есть в окошечке экзампл два примера, примерные тесты в окне сэмпл тест. И сейчас мы напишем функцию to jayden case. Звучит довольно просто, давайте попробуем. Для начала создадим список, capitalizeWordList. Что мы сделаем? Мы вызовем функцию map, которая первым аргументом примет лямбду, а данные будет получать из списка, который мы получим путем разбиения нашей строки пробелами. То бишь, мы разобьем нашу строку по пробелам, просто получим список из слов. И лямбда у нас будет с помощью вот такой вот интересной функции capitalize, которую мы можем найти в документации. Эта функция первую букву слова делает заглавной. Соответственно, и наша лямбда будет точно так же делать первую букву каждого слова заглавной с помощью вот этой вот функции capitalize. То есть мы преобразуем массив вот этих вот слов, берем каждое слово из этого списка и первую его букву делаем заглавной. Ну а потом получившийся массив из слов с заглавными буквами объединяем через пробел, чтобы у нас получилась исходная строка. Ну что ж, проверим. Ага, я забыл поставить пробел функции split. Да, запускаем еще раз. Отлично, все тесты пройдены. Можно тыкать кнопочку attempt и отправлять наше решение. Все, все тесты пройдены, наше решение полностью правильное. Нажимаем кнопочку submit и посмотрим на результаты. Ага, ну вот и все, нам защитное решение. Можем посмотреть, кстати, решение других авторов. Вот тут у нас получается кто-то решал каждую букву. А, ну да, так же разбивал массив. Ага, ну вот такое вот тоже простенькое решение. Ну практически то же самое, что мы и делали, только в одну строку, через другую функцию. Кто-то вот делал, но в принципе решение похоже. Следующая задача, нам дано два целых числа eb, которые могут быть позитивными или негативными, в смысле плюс-плюс-минус. Нам нужно найти сумму чисел между ними, включая эти чисел. Если эти два числа одинаковые, то выдать любое. Ну, соответственно, пойдем сразу с простого. Если они одинаковые, то мы просто вернем сразу же первое число. Далее. Чтобы найти сумму чисел между ними, мы должны их упорядочить. То есть, так вот хитро поступим, создадим список из двух чисел из a и b, и отсортируем их, так, чтобы a было меньше b. И после этого мы вернем сумму. Сумму из списка. Сумму списка, в котором первый элемент это будет range от a до b, а второй элемент b, потому что функция range не включает верхнюю границу b. А так мы получим все, от a до b включительно. Да, первые тесты прошло, теперь отправим решение. Да, все тесты пройдены, значит мы решили правильно. Отправляем. Нажимаем также кнопочку submit и ждем, когда она подгрузится. Ну что ж, да, многие делают точно так же. Range из min max a и b плюс 1. Ну, по сути, то же самое, что мы записали, только опять в одну строчку. Здесь похитрее немножко. Но, в принципе, ход решения точно такой же. Вот кто-то через хитрую математику здесь пытался. Ох, ох. Тут прям все вручную, все вручную. Так вот, через range, только вручную искали min max. Ну. Следующее. Дан массив из единицы нулей нам нужно конвертировать. Вот это соответствующее двоичное число в целое число. Ну, в целое число. То есть у нас есть строка из нулей и единиц. Нам нужно соответствующее двоичное число, получившись, например, 0, 0, 1. Конвертировать в целое число. Ну что ж, сначала создаем binary string. Равный. Просто объединяем в строку все элементы. Просто склеим, грубо говоря, все элементы в строку. Опять используем функцию map, превращающую в строку каждый элемент нашего массива. И дальше мы будем использовать in. Просто in, который предоставляет нам целое число, где можно выбрать основание. То есть в какой системе исчисления это число у нас и будет. Как бы сейчас ни прозвучало. И мы просто вернем у нас вызов in. Нашу binary string. Получившуюся просто объединением этих элементов. И в качестве базы, то есть в системе исчислений, мы берем двоичную. Проверяем. Запускаем на тест. Да, первый тест прошел. Все, все тесты пройдены. Все он считает правильно. Можем нажимать кнопочку submit. И отправлять в наше решение. Ну вот да, здесь похожим образом. Также через join и map. Двоичные системы. Ну в принципе это самое оптимальное решение. Ну тут кто-то в цикле считал. Ну в принципе то же самое. Кто-то даже через... Ох, как тут короче. Это люди. Вот даже с побитыми сдвигами люди считали. Да, но это уже кто интереснее придумает. Ну в принципе никакого смысла в этом особо нет. Далее. Следующая задача. Нам нужно удалить все гласные буквы из комментариев. Потому что на нас напали тролли. И они пишут лол. Поэтому нам нужно убрать все гласные буквы. Короче, задача в том, чтобы просто убрать все гласные из строки. Причем почему-то пупай не считается у нас классом. Ну что ж. Решим в одну строчку. Вот за что я люблю Python. Импортируем библиотеку re для использования регулярных выражений. И наше решение в одну строчку. Вызываем функцию resub. Где у нас первым параметром идет регулярное выражение. Потом на что мы заменим это регулярное выражение. Нашу строку и флаги. Сейчас объясню чуточку подробнее. Флаг наш будет говорить то, что мы будем игнорировать большие и маленькие буквы. То есть case sensitive вырубаем тем самым. А регулярное выражение у нас состоит в следующем. Что должна быть гласная пупка. То бишь это либо A, O, U, I или Y. Ай. Извини. Все. И соответственно мы любую из этих букв заменяем на пустой сим. Если вам не охота использовать флаги. Мы можем просто вот написать регулярное выражение следующим образом. Переписать и заглавные буквы, и строчные. Классные. В принципе никакой разницы не будет. Тест полностью проходится. Поэтому можем отправлять решение в одну строчку. Красота с регулярными выражениями. Кстати. Всегда можно найти. Это погуглить в интернете. Я сейчас даже вот открою вам саму ссылочку на функцию resub. Вообще регулярные выражения очень классная штука. Я всем советую в них разобраться. Помогает решать очень большой классный проблем. Вот например смотрим. Функция resub. Это по сути да аналог метода replace. Вот. Тут есть даже примеры. В принципе разобраться довольно просто. Регулярные выражения только выглядят страшно. Разобраться в них на самом деле гораздо проще. Вот кто-то использовал функцию translate. Чтобы менять на known гласные. Кажется join. Вот кстати самим replace. Пробовали в цикле пользоваться. Так. И следующая задача. У нас дана строка. Из чисел разделенных пробелами. Нам нужно вернуть наибольшее и наименьшее. Наибольшее и наименьшее число. Пробел опять таки в форме строки. Что важно. Значит первое. Мы получаем все числа. У нас будет просто список. Из чисел. Опять мы используем функцию map. Наш массив. Разделенный через пробел. То есть мы получаем все числа. Конвертируем их в int. И у нас получает список из чисел. Уже типа int. Которые есть в этой строке. И значит вернем просто другую строку. С помощью функции формат. Нулевой первый аргумент. Где мы в качестве первого аргумента. Подставим. Max. От нашего сгенерированного массива. А в качестве второго. Min. Из нашего сгенерированного массива. Max и min. Это также стандартные функции. Запускаем. Тест прошел. Отправляем решение. Идеально. Вот такая вот. Практически в одну. Можно было и в одну строку решить. Но я так. Для чистоты кода. Все-таки решил в две. Отправляем на submit. Ждем прогрузки решения. Так. Ну. Да. Здесь примерно так же и делали. Только немножко в другой форме. Без мапов. Просто списком прошлись. А вот тут практически точно такое же решение. Только без формата. Вот оно вообще точь-в-точь. Только не указывали параметры. Здесь даже хитро пытались отсортировать. Ну. В общем-то решение во многом схожее. Следующее. Нам нужно создать функцию, которая возвращает сумму. Двух. Наименьших. Положительных чисел. Из массива. Ну и опять. Что мы делаем. Мы просто сортируем данный нам на вход массив. Тупо стандартной функции sort. И. Просто возвращаем сумму первых двух элементов. Так как мы отсортировали его в порядке возрастания. Соответственно первый элемент это самый маленький. Второй элемент это следующий. За ним. Все. Соответственно все тесты проходят. Можно было вообще записать в одну строчку. Но опять. Я для чистоты решил просто. Чтобы было понять. Тоже довольно легкая задача. Но это все задачи. 7-8 уровня. Они довольно не тяжелые. И у меня даже в комментариях как-то спрашивали. Какой уровень нужно. Для этого. Знание языка. Чтобы. Их решать. Ну базовый. Как видите. И кстати. Это была последняя задача. Для нашего ранг апа. Мы апнули. 7 ранг. То есть мы перешли с 8 ранга на 7. Решив все эти задачи. Отлично. Не так уж и много их понадобилось. Они были довольно простые. И теперь у нас 7 ранг. Вот он. Мы видим. 7. К. 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 Вот эта вот табличка заполняется с опытом. До 6 ранга нам теперь полностью нужен весь опыт. Вот так вот довольно просто было. Если вам было интересно. То оставляйте конечно лайк. Подписывайтесь. Напишите в комментариях. Интересен ли вам подобный формат. Если вам нравится. То мы возможно даже апнем. Пройдем целый путь из нескольких серий. И апнем первый ранг. Дальше задачи будут тяжелее. 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 А если это видео было полезным. То оставляйте лайк. Подписывайтесь на канал. Заглядывайте в группу вконтакте. Там куча полезной информации. Очень все свежее. Все интересное. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пак.